Привет, меня зовут Слава Баранский, я редактор блога Lifehacker. Сейчас мы подегустируем вино, которое нам Дима... Дима, Леша! А, Леша, извини, Дмитриев, Дмитрий! Да есть, наконец-то меня опять обозвали Димой. Что у нас в формате, дорогой? Мне кажется, чернослив есть или какой-то сухофрукт. И корица, именно корица. Аромат насыщенный или слабенький? Очень насыщенный, нереально, а забивает вообще, то есть очень-очень сладкое что-то. Пробуем? Давай, давай, пробуем, конечно. Сплевывать будешь? Какого вкуса у нас? Сухое, сладкое? Вино сухое, кисловатое, но так в меру. То есть, видимо, не сухое, а полусухое. Или полусладкое, не знаю, как это правильно определять. Но, блин, по запах, конечно, круче вкуса, реально. А чем бы ты его ел? Как ты думаешь? Вернее, не ел, а чем ты... Я бы его ел с греческим салатом, с цезарем, вот такое вот что-то. То есть, не мясо. Тебе не кажется, что под него нужно какое-то там насыщенное мясо? Не-не-не-не. Оно или одно другое забьет. Ну, короче, испортится запах, испортится вкус. А с друзьями пил будет это вино? Не-а. Нет? Оно терпкое, народу не понравится, мне кажется. Ну, может, девчонкам не понравится, а мальчишкам? Ну, с мальчишками я, блин, не вино пью. А что вы пьете с мальчишками? Может, водки попить, может, коньяк. Ты кила, да? Ты кила, да. Ну, спасибо тебе, дорогой. Да, чирс. Ну что, привет. Привет. Ты сегодня с бокальчиком вина. Давай, представляйся, будем негустировать. Я Даня Вишна Юля, и я работаю интернет-маркетологом. Интернет-маркетолог с бокалом вина перед бело дня. Ну что, оцениваем цвет и аромат? Да, цвет насыщенный. Да. Не знаю. Плотно-черный такой, да? Да, да, да. Рубиновый, красный. Что в аромате? Бокальчик большой, думаю, ты много сегодня выложишь. Да, 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 аромат очень насыщенный. Это ягоды, это черника, черная смородина, возможно, ежевика. Да. Я пробую. Вкус легкий, сухой. Да. И дальше чувствуются ягоды, но уже больше раскрылась ежевика. Интересно. Да, и черная смородина. С каким блюдом ты бы совместила? Ты думаешь, что это вино хорошо с каким-то блюдом или нет? Я думаю, что с сыром. С сыром, да? А с каким именно сыром? Думаете, есть кто-то любимый? Ну, наверное, бри. Бри, да? Угу. Интересное наблюдение. Молодец. Друзьями бы выпила с своими подружками? Ну, да. Вы часто пьете с подружками вина? Да. Или тоже как Славик побольше по крепкому алкоголю? Не-не-не, вино. Вино. Вино, да? А белое или красное? Зависит. Ну, допивай же бокалы. Спасибо тебе большое. Ну что же, наконец-то у меня в блоге впервые мой папа с бокалом вина. Давай, дорогой, представляйся. Чем ты занимаешься? Как тебя зовут? Всем привет. Ну, раньше я занимался тем, что я стал лёженым папой. Сейчас я лёженым папой уже давно. Работа моя связана с компьютерами. А сейчас я буду заниматься тем, что буду пытаться продегустировать вино. Вы с мамой часто пьёте вино? Ну, да, довольно часто. Несколько раз в неделю. Несколько раз в неделю? Больше, чем я. Ну что, давай продегустируем, понюхаем, что у нас там. Давай сначала оценим цвет, на самом деле. Что тебе в цвете? Цвет. Где твоя белая бумажка? У нас есть зелёная трава. У нас есть зелёная трава, которая очень сильно пахнет. Это очень мешает дегустации. Ну, цвет очень красивый, рубиновый, прозрачный. Ну, тут на фоне тёмной земли и красной травы. Ну, так довольно насыщенная, правда? Ну, да. Давай в аромате. Довольно тёмная, но очень прозрачная. Ну, в аромате очень сложный и разнообразный аромат. Чуть-чуть чувствуется животинка, но всё-таки... Животинка. Ты до меня наслушался, да? Преобладает, да. Преобладает целое соцветие... Совокупность. Совокупность там красных спелых ягод. Да. Хотя бы парочку выделишь каких-то конкретных? В детстве, какие тебе ягоды нравились? В детстве? Ну, я не знаю. Мы ели голубику, там рвали, у нас в водури росла красная-белая смородина. Вот тут есть красная смородина, чёрная смородина меньше немножко. Ничего себе. Есть спелая малина. Хватит дразниться, давай уже пробовать. Сейчас, подожди. Тут для тебя неожиданность есть спелое жёлтое яблоко. Да? Типа голден, да. Ничего себе. Вот какой-то немножко привкус травы, весны. То есть аромат шикарный. Ты красного вина поразит не совершенно. Я с нетерпением сейчас его выпробую. Ты выпинул. За рулём. Молодец. Что во вкусе? Насыщенное, лёгкое, сухое, сладкое. Обалденное во вкусе. Оно именно такое, как я люблю. Оно сухое, не совсем сухое, но не полусухое, но не такое сладкое. Какая-то золотая идеальная середина. После вкуса очень длительная. Во рту остался запах вишни. Вишни, можно чернослива. Ничего себе. Ты бы пил его друзьям? Идеально совершенно. Подходит к мясу идеально. Просто к шашлыку. Но это, правда, и без шашлыка. Но просто очень вкусно. Его можно просто, ну, немного. Вот бокальчик А2 максимум. Выпить с удовольствием пил бы с друзьями. Всем рекомендовал бы. Красавчик. Красиво описал. Спасибо тебе огромное. Рад, что ты у меня впервые в блоге. Мой папа. Скоро будет и мама. Спасибо тебе. Я тоже рад. Тебе спасибо. Пока. Давай. Добрый день всем, кто любит меня. Всем, кто хочет полюбить меня. Меня зовут Алексей Дмитриев. Я Сомелье. И мне очень приятно, что сегодня опять пятничная дегустация. Отличная погода. У меня в кадре было двое прекрасных молодых людей в начале. И мой папа в конце. Теперь самое время мне поделиться с вами. Рассказать, что же мы сегодня пробовали. И какое у нас было вино. Я думаю, даже папа, который сейчас держит камеру, очень хочется знать. Он описал это вино очень достойно. По-богатому, как говорится. И вино, на самом деле, тоже очень мощное, насыщенное и богатое во всех отношениях. В аромате и во вкусе перед нами, господа. Чилийское вино. Это купаж, кабарне савиньон и карменер. От производителя Монте с 2007 года. Как всегда, чуть позже покажу этикеточку. Самое время оценить наш цвет в начале. Даже здесь, папа, смотря у нас, даже если посмотреть на травичку, да, вот в руках у меня трава и бокал. Траву не видно, потому что очень глубокий, плотный, насыщенный цвет. Ближе к такому чернильному, да. Такой, как будто бы сок ежевики. Мне очень нравится. Это говорит, наверное, о том, что вино будет очень насыщенное. У нас 14,5% алкоголя вино мощное. Там, где много солнца, там будет и много алкоголя. Ты почувствовал, потому что ты сказал, что ты выпьешь максимум 2 бокалечка. Это показатель. Мне жалко, оно очень вкусное. Это не то вино, которое хочется пить бутылку. Да? Как раз, бутылка на двоих, да? Тебе бы с мамой под шашлычок на улице супер было бы. Итак, что же у нас в аромате? Окей, вино я нюхал это не раз. С ребятами днем и с папой тоже. Очень богатый аромат. И на бутылке мне нравится, что написано, что за полчаса до подачи нужно продекантировать. То есть перелить большой, хороший графит, чтобы оно подышало. Даже в домашних условиях, если у вас нет крутого деканта, возьмите обычный графин. Перелейте молодые красные вина. Мой совет вам, чтобы вы получили больше удовольствия. И букет будет раскрываться. У нас присутствует очень много интересных ноток. Красных ягод, черных ягод, черника, черная смородина. Все верно. Оно было выдержано в дубе. Присутствует кедр, присутствуют сигарные оттенки. Аромат очень богатый, интересный. И он действительно раскрывается. Хорошее вино. Давайте попробуем. Во вкусе оно приятное. Оно сухое. И та сладость, которая остается в послевкусии, маленькая сладость, она приятная, сбалансированная. То есть кислотность хорошая. В послевкусии, я действительно, ты был прав, очень длительно. Это нельзя не заметить. Во вкусе присутствует очень много красных, таких спелых, сочных ягод. Вино шикарно под всякие мясные блюда, шашлыки, папа, да? На основе любого мяса, да? Мне кажется, свинина вряд ли. Это очень наперченное мясо, очень. Вяленое мясо. Переперченное или нет? Наперченное. Наперченное. То есть со специями, потому что тут и специи чувствуются как... Вино выдержат любые специи, но оно действительно и питкое. Тоже интересно, да? То есть тут это очень редко, когда бывает такой баланс, когда вино и питкое, и насыщенное, и много алкоголя. То есть его обязательно стоит охладить до 14 градусов, потому что даже на улице будет температура быстро подниматься. И в домашних условиях никогда в жизни не подавайте его комнатной температуры. Отличное вино. Мне очень нравится. Карменер. Можно сказать, чилийский Мерло. Его очень любят в Чили. Сегодня два там сорта. Каберне Карменер седьмого года получает от меня целых восемьдесят шесть баллов. Думаешь, нормально, папа? Я думаю, это достойная позиция. Достойная, шикарная позиция. А ведь почему? Потому что оно стоит всего около 115 гривен. Мне кажется, за эту цену с данным качеством Монтес отлично постарались. Я только это буду ввести опять. Ну что же. Или это поделки? Вопрос с моего папы. Почему Грузия нас продолжает разочаровывать? Ну что же, дегустируйте вино, не забывайте делиться своими впечатлениями. Я с удовольствием буду в этом помогать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому